16 февраля, вторник. Новости на Думской ТВ. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Елена Еремеева. Здравствуйте. Коротко о главных событиях этого дня. В Киевском суде прошло предварительное заседание по создателям так называемой Одесской Народной Республики. В военном госпитале после капитального ремонта возобновляет свою работу хирургическо-ожоговое отделение. 27 лет со дня вывода войск из Афганистана отметили в Молодежном. Поселковый совет Затоки незаконно препятствует реализации европейского инвестиционного проекта. Последнее слово или отчет премьер-министра. Народные депутаты собрали необходимое количество подписей в поддержку резолюции о недоверии к обмину. Пока Верховная Рада Украины заслушивала годовой отчет, президент Украины призвал Яценюка освободить занимаемую должность. Тему продолжит Юлия Прабачай. Годовой отчет Кабмина планировали заслушать 11 декабря. Тогда Арсения Яценюка прервал перформанс цветами от депутата Барны. Драка вошла в топ событий года, а отчет в цифрах перенесли на 16 декабря. О недовольстве правительством заговорили повсеместно. Готовность поддержать соответствующую резолюцию выразили четыре фракции. Бьют, радикальная партия, самопомощь и оппозиционный блок. Категорично против только Народный фронт. Подписался с коллегами за отставку уряду. С понедельника говорили о трех параллельных списках. В каждом подписи депутатов о признании работы Кабмина неудовлетворительной. Тем временем президент Украины официально призвал генпрокурора Шокиной, премьера Яценюка, сложить полномочия. Момент для часткового оновления Кабмита министров упущено. Про него надто долго говорили и в результате заболакали. Теперь уже очевидным есть запит на полное перезавантажение уряду. И пока что у премьер-министра сохраняется возможность выбрать, в какой способ лучше дать простор для реализации этого запита. Отчет перенесли с полудня на вечернее заседание. Под парламентом собрался митинг. К назначенному времени Кабмит министров в полном составе прибыл в Верховную Раду Украины. Яценюк рассказал о стабилизации экономики, росте ВВП и честных зарплатах. Часть присутствующих аргументы премьера поставили под сомнение. А пока Арсений Петрович борется за свое кресло, Виктор Шокин уже подал заявление об отставке. В одной из пятиэтажек Малиновского района обнаружили труп ребенка. Уголовное производство открыто по статье 115 «Умышленное убийство». Накануне в дежурную часть поступило сообщение от врачей скорой помощи. Первое тело шестилетнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружила его мать. Следственно-оперативная группа расследует обстоятельства преступления и ищет возможных свидетелей. Слов мамы, она выходила на работу, ее не было 40 минут в квартире. Когда она вернулась, она застала эту квартиру. В одной из комнат шкаф был открыт, и на полу лежали вещи. Ребенок жил в семье с матерью, двумя родными братьями старшими, чем он, дети школьного возраста, старшие в этой семье, и с сожителем матери. Организаторы так называемой Одесской народной республики предстали пред судом. Четверо мужчин планировали захватить власть и готовили покушение на нардепа Алексея Гончаренко. Что решили на предварительном заседании, смотрите в нашем сюжете. Люди на скамье подсудимых готовили вторую русскую весну. Сейчас они молча сидят перед судьями, а их адвокаты просят изменить меры пресечения. Эти четверо мужчин около года назад на майские праздники готовили вооруженный захват административных зданий, подрыв мостов и убийство народного депутата Алексея Гончаренко. Сейчас они жалуются на обострение хронических заболеваний и условия содержания. Я в условиях СИЗО не могу его вылечить никак. Медикаментов мне не дают, не представляют. Мне нужно лечение или сационариями в домашних условиях. Еще один из подозреваемых тоже чувствует себя неважно. Адвокат Александр Луценко просит перевести своего клиента в больницу до следующего рассмотрения дела. Защитники говорят об угрозе жизни. У меня есть судно-справка со следственным изолятором, что у него есть сахарный диабет от 4 до 6 до 15. Это я брала эти справки. Также у него мочекаменная болезнь и почечная колика. Суд совещался больше часа. Несмотря на ухудшение здоровья подозреваемых и обещание являться на каждое заседание, находясь вне СИЗО, судьи приняли следующее решение. Клопотание прокурора, проведение запобежного захода, выгод, тримание под вартою и задовольнение. Четверка подозреваемых останется в СИЗО еще на 60 дней до 15 апреля. Напомним, что в так называемую ОНР должны были входить территории от крайней южной границы Одесской области до села Коблево Николаевской области. Ольга Кетик, Виталий Прус, Думская ТВ. Общественная блокада российских фур продолжается. За сутки активисты не впустили на территорию Одесской области три таких автомобиля. Свои действия инициаторы акции объясняют второй годовщиной вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации на востоке нашей страны. Напомню, Россия запретила проезд украинских грузовых машин через свою территорию еще 4 января. А сейчас на ее территории находятся более 100 арестованных фуру на штрафплощадке. В Киеве отреагировали на требования гражданских активистов. Кабмин запретил транзитное перемещение грузового транспорта с российскими номерами. Правда, это ограничение пока носит временный характер. Пусть они приезжают к своему правительству, к своему президенту Путину и рассказывают ему. Освободи Крым, уйди с украинской территории, потому что куда бы мы ни ехали, русские с российскими номерами фуры. Это и сбой. Что подтверждает Польша, что подтверждает сейчас и Румыния вчера, также закрыла транзит. В Одесском военном клиническом госпитале после двухмесячного ремонта открылось хирургическое ожоговое отделение. За счет привлечения частных инвестиций, помощи волонтеров и бюджетных средств там полностью обновили все помещения и оборудование. Александр Тарасенко побывал на торжественном открытии. Это отделение, которое зачастую принимает тяжелых больных, до недавнего времени было одним из худших во всем госпитале по состоянию палат и операционных, вспоминают медики. Его постепенно восстанавливали на протяжении нескольких лет, но на ремонт всех помещений средств не хватало. Теперь же удалось провести капитальное восстановление. Чуть больше двух месяцев назад отделение закрыли, а пациентов временно перевели в другие палаты. За это время строителям удалось практически невозможное, говорят сотрудники. Старались ребята, перекрашивали, согласовывали с нашим начальником отделения, цвет краски даже. Хотелось сделать все воздушным, светлым, эффектным, чтобы человек заходил и радовался, что он попал в такое приятное отделение. Сделать ремонт в хирургически-ожоговом отделении удалось за счет средств из разных источников. Сюда были привлечены как частные инвестиции, так и деньги из областного бюджета. Серьезную помощь в организации процесса оказали одесские волонтеры. Для нас это очень острое отделение такое было. Оно для нас как-то и близкое, потому что мы рядышком тут курируем психиатрию. И понятно, что отделение, которое находится в этом же крыле, в этом же здании, мы практически там достаточно часто бывали. Председатель областной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что подобные проекты должны финансироваться государством. Но на практике пока все выходит иначе. Без помощи волонтеров этот проект вряд ли удалось бы реализовать. Ну зачем? Нужно, чтобы до сих пор ремонтом, кормлением часто, руковой помощью занимались волонтеры. Пора было уже государству взять эту функцию на свои плечи. Ремонт в отделении закончен. И уже через несколько дней сюда вернутся пациенты. Всего здесь предусмотрена возможность содержания до 30 больных. Но на этом улучшения в госпитале не заканчиваются. Следующим этапом в ремонте хирургического отделения военного госпиталя станет возведение специального транспортного лифта, который поможет поднимать обездвижных бойцов с первого этажа на второй и обратно. Территорию под него уже выделили. Строительные работы начнутся в ближайшее время. Всем, кто выразит желание оказать помощь в продолжении восстановления Одесского военно-клинического госпиталя, медики просят обращаться в волонтерский центр. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. В Кучурганском водохранилище спасатели нашли тело рыбака. Как сообщает сайт Думская.нет, 14 февраля мужчина провалился под лед в сотни метров от берега. Утонувшего обнаружили и извлекли из воды на следующий день. Погибшим оказался гражданин Республики Молдова 1961 года рождения. Причина смерти устанавливается. С 1 мая минимальная пенсия повысится на 56 гривен. Об этом заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Николай Шамбер. С мая прошлого года государством был заморожен перерасчет выплат. В этом году он будет производиться дважды. К декабрю минимальная пенсия составит уже 1208 гривен. Помимо этого, работу управления Пенсионного фонда оптимизирует. Его глава пообещал, что ухудшение обслуживания клиенты не ощутят. По-перше, мы не выходим из жодного из районов. Если раньше на районном управлении невеликого было наше управление, то сейчас там остается как минимум отдел, который будет обеспечивать безперебойную работу. И пенсионер, который ходил до Пенсионного фонда, возможно, до самого наименшего управления, он и продолжает туда ходить. Температура в Одессе бьет все рекорды. 16 февраля был зафиксирован самый теплый день за последние 117 лет. Столбик термометра поднялся до 18 градусов. Предыдущий рекорд составлял 15 градусов тепла. Существенные изменения в нашем климате эксперты отмечают с 80-х годов. Они связывают это с таким природным феноменом, как Эль-Ниньо. Сложились два фактора воедино, которые ускоряют эти процессы. Это глобальное потепление, плюс сейчас, с прошлого года, наблюдается аномально сильное явление Эль-Ниньо. Эль-Ниньо – это резкое потепление воды в эквивалентной зоне Тихого океана. Она привела к тому, что, скажем так, идет резкое потепление. Впрочем, такое тепло в Одессе ненадолго. Уже к концу недели температура воздуха упадет до 4 градусов тепла. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в первой половине марта могут вернуться кратковременные морозы. 27-ю годовщину со дня вывода войск из Афганистана отметили в селе Молодежное Авидеопольского района. В теплой обстановке ветераны вспоминали былые времена и тех, кому не удалось вернуться. Для участников боевых действий концерт подготовил творческий коллектив сельского молодежного клуба. Подробности в следующем материале. Олег Дядик в 80-е годы был командиром роты. Ветеран признается, на войне думал о жизни сослуживцев, а не о своей безопасности. В настоящий момент у нас тоже в стране сейчас тяжелый период. И благодаря нашим усилиям хлопцы, которые сейчас защищают нашу родину, они так и говорят, на вашем примере мы стоим, стойко защищаем. Участник боевых действий Сергей Бурков пишет стихи и музыку о войне. На концерте в селе Молодежное презентовал новую песню под названием «Странник». День на восток, день как листок, календаря, календаря черного. Музыкант говорит, он как никто другой понимает, насколько тяжело воевать ребятам в зоне АТО. Приходят мысли, становишься, наверное, все-таки, я надеюсь, что становишься умней. И это все складывается в какие-то стихотворные формы, которые потом ложатся на музыку. И, в общем, я вам их показываю. Военный конфликт на территории Афганистана длился почти 10 лет. Вывод войск начался еще в мае. До февраля страну покинули более 100 тысяч военнослужащих. Я думаю, это очень важно, чтобы наше следующее поколение помнило о героях. Мне очень понравился гитарист Сергей Бурков. Он очень красиво играл, очень впечатляющий. Ветераны Афганистана стараются собираться чаще. Во время таких концертов обязательно вспоминают тех, кто не вернулся. Ксения Терзи, Виталий Прус, Думская ТВ. Международный скандал разгорелся в поселке Затока летом 2015 года. Эстонский инвестор презентовал первый километр европейской набережной. Строительство планировали продолжить в 2016-м. Однако мэр поселка Василий Звягинцев, несмотря на наличие решения депутатов и проектов отвода земли, подписывать договор аренды отказался. Представитель инвестора действия местной власти квалифицирует не иначе, как попытку рейдерского захвата. Продолжит тему Алла Есина. Вопрос развития поселка Затока, особенно остров, стал после аннексии Крыма. Сегодня при создании инфраструктуры европейского уровня курорт в Одесской области может стать туристической меккой. Несмотря на сложные экономические условия, эстонский инвестор компания «Литус Марис» в 2015 году вложил в создание первого из 12 километров набережной более 13 миллионов гривен. Учитывая, что это единый линейный объект, нам очень повезло, что появился инвестор, который сможет построить именно эти все 12 километров, потому что, в общем-то, это огромные деньги. Набережная – это первый звоночек для нас, что мы можем превратиться не просто в Затока, в какую-то сельскую местность, где приезжают отдохнуть некоторые люди, а действительно в какой-то курорт, который будет известен не только у нас в Украине, но и за рубежом. Курортный сезон 2015 стал одним из самых успешных за последние годы. В рамках набережной создана концертная площадка «Центр лета», которая уже успела принять ряд крупных фестивалей. В Затоке работала команда аниматоров. Строительство набережной послужило неким фундаментом для создания всей этой инфраструктуры, потому что из сверхидеи, которую я вам сейчас описал, Затока выросла в некий новый туристический бренд для Затоки, который подразумевает под собой в первую очередь наличие нормальной, понятной, ориентированной на европейские стандарты и нормы туризма и отдыха инфраструктуру. Силами инвестора оборудованы специальные спасательные базы, установлено качественное освещение, проводится уборка пляжей. Набережная стала не только важным социальным объектом, но и берегоукрепительным сооружением. На эту ось нанизываются буквально все сооружения, которые позволят людям заниматься физической культурой, с какими-то спортивными небольшими соревнованиями, обеспечивают развлечения, концертную деятельность, общественное питание, ресторанчики небольшие и так далее. Все можно соорудить и нужно сооружать на этой оси. Теперь важнейший момент – это же все рабочие места для местного населения. Успех строительства первого километра набережной вызвал недовольство местной власти, которая несколькими месяцами ранее на сессии утвердила проект, а на открытии благодарила инвестора за создание объекта европейского уровня. Вроде бы уже есть проекты отвода, они утверждены постсоветом, депутаты проголосовали, все формальности соблюдены. И при этом председатель постсовета Звягинцев Василий Иванович должен уже поставить свою подпись на договоре аренды. Однако он начинает этого активно избегать. На все обращения представителей Литус-Мариса мы получаем полную тишину. Оказывается, в поселковом совете пропали проекты отвода. То есть они были, и в какой-то постсовет их утвердил, депутаты их рассмотрели, и в какой-то момент они просто исчезают таинственным образом. Инвестор подал иск в хозяйственный суд. На первое заседание юрист постсовета не явилась, а на втором и вовсе заявила о том, что сессия по отводу земли не проводилась. Представитель эстонской компании продемонстрировал документы, опровергающие слова ответчика, и показал видео, где мэр Затоки, находящийся под стражей за злоупотребление служебным положением, подтверждает наличие документов об отводе земли и соответствующих решений сессии. Судебное разбирательство продолжится 17 февраля. Алла Есина, Виталий Прус, Думская ТВ. По телефону редакции Думская ТВ 788-0075 вы можете сообщать о интересных событиях, свидетелями которых вы стали. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!